19 мая 2023 года свежие новости с украины еще день-два и чвк вагнер возьмут бахмут следующая цель хромова ракетный удар возмездия по украине что известно карта боев на сегодня сводка с украины на 19 мая 2023 года очередную ночь по объектам противника на украине наносились удары ракетным вооружением и бпл а герань взрывы прозвучали во львове кривом роге луцки николаеве ровенской хмельницкой черниговской и волынской областях на западе артемовска бахмута продолжаются тяжелые бои чвк вагнер взяли под свой контроль укрепрайон в судами но на херсонском направлении вчера нашими войсками была уничтожена малая группа десанта противника но самим катерам в с удалось уйти сообщает с мест в крыму вчера в результате взрыва на железнодорожном недалеко от симферополя с рельс сошли вагоны зерном к вечеру поездов движение восстановили в белгородской области под обстрелом находилась новая таволжанка в селе нижнее березово-шебекинского округа погибли два человека один тяжело ранен в курской области в результате взрыва физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке глушково выбиты окна и поврежден фасад два жителя получили осколочные ранения средней тяжести по днр враг выпустил 191 боеприпас под огнем горловка озеряновка донецк александровка еленовка волноваха песчаная погиб мирный житель трое ранены артемовск ситуация на 19 мая двадцать третьего года с утра чего к вагнер наращивает давление на последний укрепрайон в ссу севернее бывшему памятнику самолету идет зачистка прилегающих к высоткам кварталов и подавление огневых точек противника вероятно готовится почва к ночному решительному штурму одновременно с этим противник пытается продавить нашу оборону в районе клещеевки чтобы сбросить нас преобладающей высоты западнее клещеевки с потери которой нам придется отойти здесь за реку бахмутка одновременно с этим наши резервы срочно переброшены из района авдеевки пытаются отбросить части 3 штурмовой бригады в ссу куда входит бывший полк азов и отбить занятые им ранее позиции идет по сути встречное сражение результат которого решит будет ли у нас в артемовске обеспечен левый фланг или нет потому терять высоту в районе клещеевки никак нельзя одновременно с этим противник пытается давить севернее города но здесь его успехи много слабее и пока не так опасны для вагнеров в отличие от юга где ситуация уже давно стала критической по артемовску с утра продолжались ожесточенные бои на юго-западных окраинах города и зачистка частного сектора рядом с кварталом многоэтажек также продолжались бои к северо-западу и юго-западу от артемовска высу расходы свои резервы продолжают подавливать фланги российской группировки после завершения зачистки города можно ожидать интенсивных боевых действий связанных с зачисткой хромова старые никчемные чиновники в погонах должны уйти со всех руководящих постов стадо очкунов которые привыкли за годы мирной жизни выслуживаться за счет лизоблюдство интриг симуляции бурной деятельности добились этим неадекватного карьерного роста словно завербованная врагом агентура самостоятельно гадит так что и никаких агентов влияния и не надо понимание обстановки ноль понимание как надо работать служить и воевать тоже ноль но усиленно изображают перед начальством профессионалов хотя спанчбоба от блокчейна не отличают все блять в вензелях аксельбантах и при параде как же вы заебали тупые свиньи потом не удивляйтесь что все адекватные ушли в чвк а вокруг вас останется кучка ни к чему не способных жополизов общее продвижение в ссу в районе богдановки и дубово-васильевки с 11 мая по 19 мая здесь противник потеснил части 200 омсбр и 9 мсп за последние сутки противник здесь имел лишь незначительные подвижки в свою пользу наиболее серьезное продвижение противник имел в первые дни после начала контрнаступления сейчас противник продолжает атаки используя ранее накопленные резервы рассчитывая добиться еще каких-то подвижек в свою пользу пока вагнер дочищает артемовск после этого ситуация для высу начнет тут меняться курская область под ударом со стороны украинских формирований всего насчитали восемь прилетов повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции без света остаются села троицкое гордеевка и внезапная наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника сообщил глава региона удары возмездия сводка за утро 19 мая 2023 года по состоянию на 7 часов ровно по мска еще с вечера по военным объектам украины начали работать русские герани воздушная тревога в восточной центральной северной областях была объявлена в половину первого ночи позднее начали появляться сообщение о запуске русских калибров которые вероятно отработали совместно с геранями несколько часов подряд дезориентировавших украинскую пво судя во всему у киевских властей получилось окончательно запугать местных жителей чтобы они боялись делиться информации о прилетах выдавать которые за работу пво украинские пропагандисты начали самого начала ударов русской армии взрывы прозвучали в киевской области кривом роге днепропетровской области львове львовской области ровенской области волынской области хмельницкой области николаевской области одесской области несмотря на объявленную по всей стране воздушную тревогу герани целенаправленно работали по определенным областям очевидно русская армия наносила локальные удары по военным объектам украины уничтожая пункты скопления техники и личного состава ВСУ. На запорожском направлении сбиты два дорогостоящих украинских БПЛ «Фурия» и один «Стрепет», начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев также отметил, что на этом направлении расчётами РСЗ «Уград» были уничтожены пункты временной дислокации боевиков и склад боеприпасов, а огнём артиллерии два миномётных расчёта и скопление боевиков в трёх локациях. Кроме того, на южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противника разведки боем, уничтожены пикап и живая сила. Также поражён опорный пункт противника, уничтожены автомобиль и миномётный расчёт. А барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства. Субтитры создавал DimaTorzok